Теперь подробнее о самой операции, в результате которой был спасен российский летчик. Детали раскрыл министр Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. После агрессивных действий Анкары, которые Владимир Путин накануне назвал ударом в спину, российский генштаб принимает ответные меры. Инцидент с самолетом сегодня комментировали и в МИДе, и в парламенте. Григорий Емельянов продолжит тему. Уважаемые коллеги, вчера при выполнении боевой задачи по уничтожению инфраструктуры террористических группировок в Сирийской Арабской Республике погибли наши товарищи. Прошу встать. Спасибо. Заседание коллегии Минобороны началось с минуты молчания. Сергей Шойгу пообещал, что семьям погибших, летчика сбитого Су-24 и морского пехотинца из спасательной группы, будет оказана вся необходимая помощь. Министр отметил и тех, кто принимал участие в операции по спасению второго летчика. Вчера в течение 12 часов нашими спецподразделениями и спецподразделениями наших коллег Сирии военно-спасательная операция по спасению штурмана нашего самолета Су-24 завершилась успешно. Штурман доставлен на нашу базу. Я жив-здоров. Я хотел бы поблагодарить всех наших ребят, которые с огромным риском работали всю ночь и фактически в 3 часа 40 минут завершили эту работу. Это была сложная операция на территории, занятой боевиками, на перегонки с врагом. Вертолеты, вылетевшие на поиски штурмана, попали под обстрел. Погиб морпех. Одна из машин совершила аварийную посадку. Экипаж эвакуировался и уже пустой вертолет. Боевики демонстративно на камеру разбили управляемой ракетой. В свете изменившейся ситуации в генштабе всю ночь разрабатывали новый оперативный план. Все дальнейшие действия ударной авиации будут осчисляться только при прикрытии самолетами-истребителями. По решению Верховного Главнокомандующего для обеспечения противовоздушной обороны на всех направлениях в Сирии на аэродром Химимим перебрасывается зенитно-ракетный комплекс С-400. На настоящий момент это одна из лучших российских систем вооружения, способной отслеживать воздушные цели, в том числе низколетящие, над всей территорией Сирии. А моряки прикроют летчиков мощной ПВО ракетного крейсера «Москва». Его перебазируют к сирийскому побережью в районе Латакии. Мы прекращаем все контакты с Турцией по военной линии. Все поручения и отработанные планы наших дальнейших действий приняты, одобрены Верховным Главнокомандующим. Прошу приступить к их незамедлительному исполнению. Как говорят военные, турецкая авиация в буквальном смысле ударила нашим летчикам в спину, расстреляв в хвост возвращавшийся с задания без боекомплекта бомбардировщик, который в турецкое воздушное пространство не входил и никак Турции не угрожал. В российском МИДе считают случившиеся провокации. По просьбе турецкой стороны Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции. Но, судя по всему, нашего министра не удовлетворили оправдание собеседника. Говорил он также и о том, что турецкие диспетчеры и летчики не знали, что это российский самолет, поскольку, мол, там летают и сирийские ВВС. Ну, кстати, там в скобках замечу, там летают и натовские самолеты. Поэтому, если сразу открывать огонь, то можно и по своим попасть. Я поинтересовался у моего турецкого коллеги. Согласовывали турки свои действия против российских самолетов с американцами, как с начальниками коалиции. Он ничего не смог не ответить. У нас серьезные сомнения в том, что это был непреднамеренный акт. Это очень похоже на спланированную провокацию. Глава МИД еще раз подчеркнул, что в том районе Сирии, где произошел инцидент, базируются террористы-выходцы из России, представляющие реальную угрозу для нашей страны. На прямой вопрос Лаврова, адресованный турецкому министру, почему Анкара так стремится оградить их и их инфраструктуру, ответа не последовал. Российские парламентарии характеризовали действия Турции весьма жестко. Мы расцениваем эту акцию как преступление и как пособничество террористам. И у этого преступления есть ответственные лица, и они должны быть найдены и в уголовном порядке наказаны. Лидеры думских фракций были единодушны в оценках. Еще ни разу за последние 50 лет НАТОцы не использовали свои вооруженные силы для того, чтобы нападать на боевые самолеты нашей страны. Я не слышал ни одного внятного утверждения со стороны западноевропейских странных лидеров и военных специалистов, которые сказали бы, что это действие правильное, и оно заслуживает поддержки. Это не было случайностью. Камеры стояли и ждали, когда ракета турецкого самолета собьет наш бомбардировщик. Поэтому они намеренно шли на то, чтобы совершить эту агрессию. Эрдоган, как азартный игрок, пошел в Абан. Он думал, Брюссель, НАТО станут за его спиной. Никогда ни один натовский солдат, кроме турок, не будет воевать с Россией. Никогда. И никто. Маски сброшены. Мы и так знали, что боевики так называемого исламского государства отдыхают в Турции, получают оттуда вооружение, получают оттуда финансирование. Соответственно, и нужно реагировать на эту страну, как на страну, которая является пособником международного терроризма. Это преступление повлияет серьезно на отношения между Россией и Турцией. Вместе с тем, я предложил бы сейчас не увлекаться эмоциональными предложениями, а предметно рассчитать, какие меры будут наиболее целесообразны для обеспечения наших национальных интересов. Тем временем, десятки и сотни людей в тишине приходят к зданию Минобороны на Фрунзенской набережной. Никаких шумных эмоций, никаких лишних слов. Просто приходят, чтобы отдать дань уважения погибшим военным, принося зажженные свечи и красные гвоздики – традиционный символ подвига и памяти о нем. Григорий Емельянов, Анна Заякина, Сергей Деев, Первый канал.